Всем мира и добра! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу вам показать часть орхидеек, которые у меня цветут. Есть орхидейки новые, цветения которых я вижу впервые. И есть орхидеи, которые у меня уже давно. Но в любом случае, среди них есть и любимки, и новые мной открытые сорта. Поэтому все орхидейки обязательно вам покажу поближе. К сожалению, среди моих орхидей есть такие, цветения которых я ждала полтора года. Выхаживала, ухаживала и в результате не смогла оценить их цветение, так как я его не видела. Вот на примере орхидейки Дендробиум Берри Ода. У меня есть видео на канале, там где я ее выхаживала. С маленьких вот таких вот двух туберидиев. И вот она у меня, когда я уезжала, она у меня была с бутончиками. И вот приехала, я уже увидела усовший цветонос. А муж сказал, ну наверное ничего эффектного. Я не обратила внимания, как там она цветет. Поэтому буду ждать теперь следующего цветения, чтобы все-таки оценить, увидеть, что же это за красотка. Не только по фото, но и воочию. Ну а теперь хочу рассказать и показать поближе свои орхидейки. Начну с вот этой вот. Это сезамчик, Red Sésame. Я уже его вам показывала. А в середине февраля у меня было видео о некоторых орхидейках, которые на тот момент цвели. И вот эта красавица до сих пор цветет. Все цветочки свежие. Ничего у нас за это время прошло 3 месяца. Даже наверное больше, 3,5 месяца. Сегодня у нас 30 мая. Вот. Орхидея долго цветущая, очень эффектная. Цветочек у нее не маленький. Это ее второе домашнее цветение. Первое было одним цветочком. И он был смесью сезама и Red Sésame. Ну а вот такая вот она у меня сейчас. Очень меня радует. И в принципе я очень довольна, что эта орхидейка у меня есть. Стоящий экземплярчик для коллекции. И буду наверное потихонечку их убирать. Потому что все орхидейки, которые хочу показать, они просто не помещаются у меня. Теперь покажу вот этот дендрик. Это дендробиум нобеля. В принципе самый обычный. Самый такой распространенный. Вот он когда распускается, имеет более такие белые лепесточки. Но вот кончик у него все-таки лепесточков такие сиренево-фиолетовые. А когда он только-только в распуске, прям очень ярко очерчены вот эти вот кончики сиреневых лепесточков. Это орхидея. Это моя реанимаха. Я ее восстанавливала с вот таких вот маленьких непонятных туберидиев. Которые в общем-то и не жизнеспособные на самом деле. Но все-таки мне удалось с помощью вот этих вот туберидиев возобновить, вырастить вот такую вот орхидейку. Я наверное вот эти туберы, я их срежу. Они уже никакой пользы для орхидеи не несут. Вот, секундочку. Ну и декоративность они тоже ей немного портят. Поэтому в принципе так зачастую и делают. Когда туберы усыхают, отсветают. Вот у меня вот этот примерчик. Тоже прошлогодний тубер. Я думаю, что когда она сбросит все листочки, тут еще три листочка есть, свести она уже не будет. Она процвела полностью. Поэтому вот здесь тоже у меня. Наверное, этот тубер не цвел. Но я тоже его со временем срежу. А уже оставлю только вот эти молодые. Потому что для орхидеи, для дендрика эти туберы старые уже, которые вот сморщились. И никаким образом орхидея их уже не восстанавливает. Они ей значит абсолютно не нужны. Но это отдельная тема. А покажу и расскажу о Нобеле как-нибудь в отдельном видео. Еще меня порадовала вот эта орхидейка. Это бабочка-калейдоскоп. Полное название. Я вам покажу вот на этикеточке. Яркая, эффектная, красивая. По сорту расцвела. И тоже довольно-таки долго она держит свои цветы. В начале февраля она у меня уже цвела. Но при этом она, судя по всему, дорастила еще несколько бутонов. И вот она еще доращивает бутончики. Плюс она вот здесь у меня веточку тоже пробудила боковую. Ну, в общем-то, хорошая трудяшка. Хорошо долго цветет. Корешки у нее там тоже в активном росте. Листочек растет. Поэтому, в принципе, орхидейкой очень довольна. Не самая пышная, но это простительно. Так как это ее первое домашнее цветение. Вот такая вот она конопушка. Яркая, красивая. Хоть и не очень крупная. И теперь покажу мою орхидею. Это старушка. Чем она примечательна. Я ей в этом году... Секундочку, если получится в кадре. Увидеть. Вот я ей в этом году такой вот сделала веночек. Здесь у меня переплетены два цветоноса. Никакой опоры нет. Изначально здесь была опора каскад. Я ее потом вынула. И, в принципе, после того, когда цветоносы сомкнулись, я их уже начала крепить друг к дружке. Ну, как по мне, очень аккуратно, красиво получается. Но, что еще характерно, не занимает много места. Потому что обычно, когда ставишь эти цветоносы, держатели цветоносов, к орхидее больше не подойти. Эти палки торчат в разные стороны. Мне, в общем-то, понравился такой способ. Вот я как раз покажу фиксацию. Вот обычными такими вот держателями, которые проволочные такие. Вот она у меня зафиксирована, по-моему, в двух или в трех местах. И, в общем-то, держится. Эта орхидейка уже немножечко потеряла свой внешний вид. Она уже выгорает. Неяркая. Но, тем не менее, очень аккуратная, красивая, пышноцветущая. Вот у нее такая вот надземная часть. Это достаточно взрослая орхидея. Живет она у меня в аквариуме таком. Уже, кстати, очень много лет. Наверное, больше пяти это точно. Я понимаю, что, скорее всего, пора бы ей эту кору менять. Но пока не решаюсь. Потому что не придумала я, как ее оттуда вынуть. Пока пусть останется так. Я ее чуть чаще удобряю. Потому что кора, хоть и если можно видеть, еще не потеряла свои свойства. Но, в любом случае, это уже старый субстрат. Поэтому удобрений немножко больше я им ношу, чем другим. Вот такая вот она у меня щедрая цветунья. Ну и теперь покажу орхидейку, которую я уже показывала. Но она настолько классная, настолько она мне нравится, что грех не показать ее еще раз. Вот она. Я у нее снимала детку недавно. Эту орхидейку я показывала в одном из своих недавних видео. Очень спешила ее показать, потому что она у меня была пересушена. И я боялась, что после полива она сбросит свои цветы. Потому что она, в принципе, начала их уже потихоньку сбрасывать. Но, как мы видим, она свои цветочки не сбросила. А наоборот, они такие стали более плотные. Поэтому я думаю, что она меня еще порадует. Потому что полный роспуск как раз у нее был тогда, когда я ее не видела. Не могла лицезреть. Поэтому вот она мне решила еще немножко такую сказку продлить. Очень красивая, очень крупные цветы у нее. Такая вот нежнюля. Это орхидея Pink Peace. Розовый мир. Такая жемчужно-розовая, я бы сказала. Она тоже одна из моих давняшних орхидеек. Я ее очень люблю. За вот ее такую нежную красоту. И не могу не показать вот эту вот красоту. Это Fortune Taylor. Она у меня начала цвести еще в начале января. Сейчас попробую ее в кадр все поместить. Цветов у нее на самом деле не так-то много, как хотелось бы. По-моему, 8 или 9. Но все равно она очень эффектная. Очень красивая. И как показала практика, она долгоцветущая. Вот цветочки, которым уже 5 месяцев, они даже не имеют признаков того, что в ближайшее время она их будет сбрасывать. Бархатный такой эффектный, сочный цвет, который вот очень долго держится. Поэтому она хоть и новенькая в моей коллекции. Мне муж ее подарил в прошлом году на 8 марта. Ну, верни, как подарил. Я сказала, что я себе купила, а ты мне ее подарил. Ну, в общем-то, согласен. Он уже к таким моим действиям привык давно. Поэтому уже даже сопротивляться перестал. И это ее первое домашнее цветение. Посадку этой орхидейки я выполняла. У меня есть видео в прошлом году. Я обязательно ссылочку вам на него оставлю. Растет она в закрытой системе. И вот у нее там еще цветоносик молоденький пробивается. Кстати, вот я пока крутила, увидела, здесь еще она мне веточку выдала боковую. Поэтому, если начнет сбрасывать цветы, я эту веточку обрежу вот так. И цветение этой орхидейки еще продлится. Как раз на лето ее хватит. А с осени будем опять растить новый цветонос. Ну, и теперь хочу вам показать еще одну орхидейку. Она у меня, в общем-то, наверное, уже около года. Но посадку я ей выполнила именно осенью. Это мошен. Тоже очень красивая. Ну и, в принципе, сорт, который уже можно назвать классикой орхидейного жанра. Но, тем не менее. Как-то хочется мне ее вам показать полностью. Вот такая тоже довольно-таки широко распространенный сорт. Очень, секундочку, эффектный. Очень щедрый, очень выносливый. Я не знаю, что можно еще про нее сказать. В принципе, безотказная орхидейка, которую я купила по уценке. Вот у нее были трипсики на листьях. Секундочку. Вот следы. В общем-то, я ее полечила. Посадила в закрытую систему. И вот такая вот у меня орхидейка растет. Очень она мне нравится. Очень она благодарная, отзывчивая на уход. Хочу вам показать еще эту орхидейку. Это Magic Art. Сейчас она у меня цветет не очень пышно. Вот еще немножко пытается доращивать цветонос. И здесь у нее еще есть дополнительная веточка. Но она у меня очень пышно цвела. Она выпустила в конце января еще один цветонос. И вот пока меня не было, он вырос. А те два, которыми она так пышно цвела, она уже засушила. Поэтому эта старушка у меня тоже давно. Это тоже какой-то подарок на 8 марта какого-то года. Уже даже и не скажу какого. Ну, наверное, лет 5 точно, если не больше. Но она мне тоже всегда нравится. Она тоже очень выносливая, очень стойкая. Я не помню, чтобы у меня когда-либо были с ней хоть какие-то проблемы. Самое основное, обеспечить правильный уход и цвести она будет гарантирована. Единственное, что да, периодами она цветет очень пышно. А периодами немножко отдыхает. И вот такое у нее не очень эффектное цветение. Но тем не менее, все равно она его продолжает дальше доращивать. Я думаю, что она меня еще целое лето порадует этим цветоносом. Она у меня тоже растет в закрытой системе. Давно уже она у меня в этом горшке сидит. Вот корней там уже вагон. Вот я все никак не могу дождаться, чтобы она отцвела. И у нее был хотя бы какой-то период покоя, чтобы я ее пересадила. Тут можно обратить внимание, вот из каждой пазухи выходят цветоносы. Она просто не перестает цвести. Поэтому все никак я ее и не пересажу. Но я думаю, что если повезет, то к осени мы вместе сделаем ей пересадку. И посмотрим, в каком состоянии у нее корни. За лет пять, наверное, в этом горшочке. Но больше всего я хотела показать вам именно эту орхидейку. Это альбуфеера. Она имеет на одном цветоносе мутацию бабочка. На втором цветоносе мутацию пилорик. Эту орхидею я получила почта в конце ноября. С пересушенной корневой системой, которую потихоньку приучала к поливу. Видео у меня тоже на это есть. Я вам хочу сказать, что эта орхидея меня просто не перестает поражать. Вот до сих пор на ней есть те цветы, с которыми она приехала. Это сколько уже времени прошло? Больше чем полгода. И цветы плотные, они еще абсолютно не собираются сыпаться. Хотя вот парочку, пока меня не было, муж тоже пересушил сильно, парочку цветочков она потеряла. Но тем не менее, она еще до сих пор вполне эффектно выглядит. Поэтому именно этой орхидейкой я не могу не нарадоваться. Цветочки у нее плотные, красивые такие, яркие. И что немаловажно, действительно цвет она не теряет со временем. А выглядит вполне свеженькой, даже вот спустя полгода после раскрытия этих цветочков. Так, я ей уже немножечко восстановила полив. Листочки уже плотные. И вот на днях я увидела, что она меня радует еще одним цветоносиком. А какие корни у нее? Это те, которые восстановились после пересушки. Это просто загляденье. Давайте я достану, так будет лучше видно. Вот. Просто суперские корни. Те, которые были на вид практически уже невосстанавливаемые. Но тем не менее, так она у меня в общем-то и сидит в том горшочке. Я ее обязательно тоже посажу в закрытую систему, но чуть позже. Пусть она уже цветет. Что хотела еще сказать. По моим наблюдениям, те цветы, которые, вот как в данном случае. Если у орхидейки есть две мутации, в данном случае пилорики бабочка, то если эта мутация стабильная и зафиксировалась, то у меня с вот этой стороны пилоричной будут всегда расти веточки с цветами пилорик. А с обратной стороны всегда будут расти веточки с цветами бабочка. Поэтому предположительно следующее цветение будет этой орхидейки пилориком. Вот мы и посмотрим, насколько будет правдоподобна такая версия. Потому что на некоторых орхидеях, к сожалению, мутация не закреплена. И следующее цветение проходит уже без какой-либо пилоричности. Поэтому в данном случае я обязательно с вами проверю эту версию, как это работает. Потому что у меня по-разному случалось. Но это зависит в общем-то в большей степени только от орхидеи. И хочу показать еще одну орхидейку, которая тоже меня порадовала. Я вам ее тоже показывала. Это орхидея пират пикатис мутации бабочка. Эта мутация была проявлена на двух цветоносах. Вот она у меня такой шикарный цветонос растит. Что важно, эти цветоносы, с которыми я ее оставила, они никаким образом не пробудились. Поэтому я их срежу. Правда чуть позже. Попытаемся с ними еще поэкспериментировать. Что меня радует, что цветочек, листочек, который у меня уже вырос дома, он гораздо крупнее тех листочков, с которыми она приехала. Это значит, что орхидейке все нравится и питание, и уход. Несмотря опять на пересушку, которую она пережила. Но тем не менее, орхидея чувствует себя хорошо. Корни у нее в активном росте. Замечательно себя чувствуют. Поэтому я думаю, что с орхидейкой все будет замечательно, кроме ее мутации. Мы посмотрим тоже в ее следующем цветении, зафиксировалась ли эта мутация на орхидейке. И будет ли она меня дальше радовать своими причудесными, прикрасивенными цветами в форме бабочки. Ну и в продолжении темы бабочек, хочу вам показать вот такую вот прелесть. Сейчас она сфокусируется. Это малышка, ну очень маленьких размеров. Чуть больше, чем Violet Queen. Сантиметра, наверное, максимум 4. Это орхидея. С последних моих осенних деток. Sakura Pumpered. И вот такая вот она есть на самом деле. Я вам в кадре еще поставлю фото, по которому, в принципе, я выбирала эту орхидейку. И мы вместе с вами сможем оценить, насколько она похожа той фотографии, которую предлагал садовник. В принципе, вот эта малютка мне очень нравится. Нравятся ее сплэши по краям лепесточков. Очень, естественно, нравится то, что она действительно бабочкой оказалась. И, в принципе, растение очень такое выносливое, живое. Вот у нее растут корешочки, листочки. Растет она у меня в размере 1,7. До сих пор еще с осени в мхе. С такой, можно сказать, с переменным успехом. Потому что ее муж тоже пересушил. Я уезжала, на ней был цветонос. И видно было, что он продолжал бы дальше расти. Но она пересохла, и этот цветонос засушила. И бутоны сбросила. Но она пробудила боковую почку. И я уже, когда приехала, срезала тот сухой цветонос. И с этой почки боковой вырос единственный цветочек. То есть, она все-таки меня решила порадовать. И показать, кто она такая. И, в принципе, очень меня этим порадовало. Мне вот интересно, будут ли следующие листочки полностью раскрыты. Или вот как у этой малышки. Секундочку. Вот они как бы слегка приоткрыты. Но, тем не менее, она еще вот за три дня, может быть, не полностью раскрылась. А может быть, потому что она из последних сил мне этот цветочек раскрывает. Поэтому буду ждать следующего цветения. И вот тогда уже смогу полноценно оценить, как она выглядит. Какую цветочек форму имеет. Пока вот показываю вам то, что сама могу наблюдать. Есть у меня еще орхидеи, которых тоже мне бы хотелось вам показать. Но и в кадре они все не помещаются. И времени занимает это очень много. Поэтому не буду вас утомлять. Покажу следующие свои цветущие орхидеи в каком-то из видео. Если не специально я сделаю видео, то просто буду хотя бы по одной, по две показывать в каком-то тематическом видео. Но в любом случае, конечно же, вам по максимуму буду их показывать. Притом, хочу сказать, есть у меня цветоносы. Вернее, появились цветоносы. На некоторых я очень давно ждала эти цветоносы. А некоторые меня просто удивили появлением этих цветоносов. Но в любом случае, всем этим с вами буду делиться. А в следующем видео будем спасать мой зигапиталум. Хоть бы он дожил до этого момента. Как-то он мне не очень нравится. Поэтому буду думать, чем я могу ему помочь. И уже будем вместе с вами осуществлять, проделывать все эти процедуры. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго. До свидания.